Хариквишна. Хариквишна. Извиняемся, что опоздали. Нам сказали, что в час. Спрашивали, как правило. Не знаю, что ли правило. Хариквишна. Мне придется в два раза слаще рассказывать. Наверное. Памагьян-цимирандася. Яна-чана-шалакая. Чакшу-рун-мэй-там-ьяна. Тасмай-ши-гуравен-маха. Ши-чайтанья-манопиштам. Стапитам-ьяна-бутале. Слайам-рупа-кадам-ах-ям. Дадатисла-падантикам. Ванча-калпа-тарубяшча. Крипасинду-гевача. Патита-нам-павани-пьо. Ваишна-пьо-намо-намаха. Джай-ши-кришна-чайтанья. Прабу-ни-цананда. Ши-адвайта-гадат-хара. Ши-васа-диго-рабхак-тавринда. Харе-кришна. Харе-кришна. Кришна-кришна. Харе-харе. Харе-рама. Харе-рама. Рама-рама. Харе-харе. Намомишна-падай. Кришна-прештая-бутале. Ши-матэ-бхак-тавринда. Свами-нити-нам-не. Намастэ. Сараслата-дэбэ. Горбани-прочаринэ. Нирвишэшшу-нявадди. Паштатсадэшу-таринэ. У нас в монастыре сейчас начата традиция, и я не хочу ее прекращать, как-то исключение делать, потому что оно очень хорошее, если есть возможность сделать небольшую пуджу, шимат-бхагават, и мы бхагават-гити, то мы хотим ее воспользоваться. Это включает наше сознание, и мы должны поклоняться шимат-бхагаватом, как самому Кришне? Июнге, июнге мусю самолю, мы должны гарбить шимат-бхагаватом, пати Кришном. Можно самое простое, вот если есть, будет гавония и цветочек. Кришна говорит, по трампу, шпам, по ламтуям. Июнге бхагават, я проезжайте. Предложите мне цветочек, пушпу. Он будет очень счастлив и доволен. И тема, наверное, сказана, что мы расскажем о том, почему Господь является в материном мире. Потому что на самом деле мы должны задаться вопросом этим, почему и зачем. Если кто-то знает природу моих деяний, природу моего рождения, зачем я явился, то оставляя это тело, человек отправлять, мы успеваем или я ползаю, то человек оставляя это тело, отправляется в Духовный мир, Кришну. И никогда не возвращается. Кунарджанмана видят его, в этом цельный мир. И Силу Пропада объясняет в комментарии, мы прочитаем его комментарии. Почему Кришна является, зачем. Потому что если мы будем знать, когда он явился, где явился, это не означает, что мы знаем природу его явлений и деяний. Потому что, допустим, кто-то из царей или политиков, но живет хорошо, вот богатый человек живет хорошо, и зачем ему появляться в тюрьме, допустим. Или в каком-нибудь очень плохом районе приехать туда, начать, допустим, раздавать там подарки какие-нибудь, еду. Медицину раздавать. Зачем ему это делать? Вот это раздать еду, медицину, это все внешние причины. А внутренние причины, то есть его сокровенная причина, это в принципе, как у всех политиков-то, что бы ни делали, набрать голоса, правильно? То есть даже если кажется вот террор какой-то и политик организовал, чтобы там все подавить, убить этих террористов, мафию какую-то убить, пришел туда такой герой. Но в принципе, если мы посмотрим, кто получил благо от того, что убили террористов, то кто получил блага? Люди, да. Люди, да. Но кто? Политик этот. Потому что теперь ему будут отданы голоса, он спас. Он может там проповедовать, говорить что-то, его будут слушать. И в принципе, если нет страданий, люди не будут слушать ни Бога, ни Гуру, ни Саду вообще. То есть просто не будут слушать. Все хорошо. Когда все хорошо, люди вон играют там себе, им нет дела до Бога. Поэтому политики, вот все эти цари, они все смотрят как у Бога было организовано. А Бог что делает? Посылает демонов, правильно? Смотрите, как происходит. Пришел демон. Ушел. Сам ушел. Убивать не надо. Приходит демон. Что делает? Беспорядки наводит. Террор. Хаос. Террор. Хаос. Люди ищут спасения. Сами не находят. Обращаются к высшестоящим органам. Ищут поддержки. Вот к Богу сразу так обращаются, начинают обращаться, искать у Него. Если не справятся никак. Особенно если демоны такие, как Хираника Шипу, Хиранякша, Равана. Ух. Камса. Надо искать спасение у Бога только. И когда Бог приходит и их убивает, этих демонов, то люди начинают верить в Бога больше. Молиться Ему, обращаться к Нему. Вера появляется. Без веры, если давать наставления, никто слушать не будет. Знаете, в Бхагавдгите есть стих 434. Кто знает? Как знание получается? Так вот, пари прошнена. Задавать вопросы саду надо или Гуру. Он познал истину. Надо ему задать вопрос. Он такой умный, я тоже хочу. Ты можешь сколько угодно задавать вопросы, но если у тебя нет веры в него, и послушание, дисциплины, дизайпл, дизайпл, дисциплина. Если этого нет, ты не получишь благо. Наставление мимо пройдет. В одно ухо влетит, в другое вылетит. Поэтому Господь делает так, что приходят какие-то демоны, когда воцаряется безбожие. Но оно воцарилось, но люди еще живут как-то. И надо тогда послать какую-нибудь такую хорошую демону, чтобы уже завопили о милости. И милость приходит, Господь приходит, убивает демонов и дает наставление. Наставление – это уроки. И мы должны разобраться, какие уроки дает Господь. И, в принципе, самый главный урок – это то, что он любит предных. Урок любви. Он приходит для предных. Поэтому вот, когда мы читаем Джан Макарма Чемедвием, так надо посмотреть перед этим стихи. Он приходит из века в век, когда воцаряется безбожие, с помощью своей внутренней энергии. И так же, что делает? Паритраная Садунав и наши чердушки там. Он убивает злодеев, наказывает их и дарует благо, освобождает своих предных. То есть, если мы посмотрим в совокупности и комментарии Шилапрапады, можно будет понять, почему Господь приходит. И в этом комментарии Джан Макарма Чемедвием на этот стих Шилапрапад дает аксиому, на самом деле, как смотреть на Лилу и Кришну, почему он приходит. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители у Арджуны. В шестом стихе рассказывалось о том, как Господь не исходит материальный мир из своей духовной обители. Тот, кто постиг истинную природу его явления, уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув это ниночнее тело, он никогда больше не возвращается в материальный мир, В Брама Самхите 5.33 говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений, Адвайтам, Ачутам, Надям, Ананта, Рупам. Но, несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они есть одна и та же Верховная Личность Бога. В Ведах сказано, что Единый Верховный Господь принимает множество божественных обликов, общается со своими чистыми преднами, и их взаимоотношения вечны. Немножко пропустим. Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний и обращаясь к Нему говорит, ты и есть тот самый Верховный Браман, Личность Бога, очень быстро обретет освобождение и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Касоке, Вешпати Кришна Всевышний, Креписи и Жоджи из Ту Бутин, Креписи общался с Браманом, общался с Делосну, Ишкарты, ишси Вадори. И когда человек читает это, кто уже встал на Духовный Путь. Должно стать интересно, как? Неужели так все просто? Узнал, прочитал, знания получил и идешь в Духовный Мир. Почему-то Шилл Брапад привел пример Шастру, Господь Кришна Всевышний Браман. То есть можно читать Бхагавадгиту и не найти Кришну там. Так и не понять, зачем он явился. Теперь наступает станция Деда. Поэтому мы посмотрим предыдущий текст. Восьмой текст четвертой главы. Паритраная саду нам, винашая чадушкой там. Дарма сам стапана, адхая, сам бавами и евгеги. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Что вы пропады пишете? Согласно Бхагавадгите, саду святой – это человек, обладающий сознанием Кришны. Того, кто в полной мере обладает сознанием Кришны, следует считать саду, даже если он не кажется очень набожным. А слово «душкой там» относится к тем, кто пренебрегает сознанием Кришны. И вот, чтобы уничтожить этих безбожников или душкой там, Господу нет необходимости приходить самому, как это было в случае с демонами Раваной и Камсой. У него есть много помощников, вполне способных справиться с этой задачей. Господь приходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь своим чистым преднам, которым не дают покоя демоны. Демоны преследуют предных, даже если те приходят своим родственниками. Так Махаража Прохлада был сыном Хирани Кашипу, и ему пришлось немало претерпеть со стороны отца демона. Деваки мать Кришны была сестрой Камсы, но, несмотря на это, он заточил ее вместе с мужем в тюрьму. И Кришна пришел в первую очередь для того, чтобы освободить Деваки, а не для того, чтобы убить Камсу. Хотя он одновременно сделал и то и другое. Есть разные типы аватар. И все они появляются на разных планетах Вселенной. Строго определенное время. Но Господь Кришна – это Бог в своем изначальном облике, источник всех аватар. Шри Кришна приходит в материальный мир для того, чтобы утешить своих чистых предных, которые жаждут увидеть Господа и Его вечные бриндавновские игры. И так, главная цель, ради которой Кришна является в этот мир – порадовать чистых предных. То есть вообще вот в Бхагавадгите здесь про бриндавну, сама Бхагавадгита, но не про бриндавну точно. И вот из этих двух строчек можно сразу понять, что за Бхагава в сердце у Шри Кришна. То есть Шри Кришна обязан, вот его обязанность дать Татву, дать знание духовное. Дать основу для каждого живого существа, философскую основу, чтобы можно было верить в Бога. Но если бы это ограничилось только этим, это могут сделать простые учителя, простые саду. Но Шила Бхагавада специально был послан Кришной. И цель не для того, чтобы просто людей привести к Богу. А цель привести к Кришне, привести во Вриндаву. И вот если мы это не заметим у Шила Бхагавады, значит нам очень сильно не повезло. И здесь вот эта основная фраза, вот она из сердца Шила Бхагавада, очень внимательно послушайте для чего Бог приходит. И мы потом это все постараемся как-то объяснить поглубже. Шри Кришна приходит в Матеральный мир для того, чтобы утешить своих чистых предных, которые жаждут увидеть Господа в Его вечных Вриндавновских играх. То есть это Бхагавадгита. Это не десятая песня у нас Бхагавадгита. Я в руках. Итак, главная цель, ради которой Кришна является в этот мир, порадовать чистых преданных. То есть вот эта вот все паритраная садуна, винашая садушка там, это внешняя причина. И о них тоже надо говорить. Но мы сказали, что пойдем глубже и слаще. Если Господу надо убить демона, для этого ему совершенно не надо приходить самому. У него есть бесконечное количество энергии, которые все делают. И одна из них, саджа санкалпа. Это то, что он захочет, то случается. Вот ему достаточно просто подумать. Надоел. Камса надоел и равана. И все. Ну допустим, ладно. Если надо все-таки самому прийти и убить. Ну может тогда просто из колонны выйти, правда? Из колонны вышел. Убил Херани Кашипу. И ушел. И все. И не надо страдать. И не надо плакать в лесу, как Рама плакал в разлуке ситой. И не надо столько всяких переживаний, человеческих страданий, казалось бы. Он пришел отрогут. То есть самому Господу в материальный мир приходить. Это вот как политику идти в ад. Ну то есть идти куда-то. В самое нечистое. В тюрьму. В самую какую-то вот пойти. Что-то должно двигать Кришной, чтобы он пришел сюда. И вот это что-то за силу пропадает и говорит. Основная цель это порадовать своих чистых предмах. И чистый предмах кто? У кого уже действительно в сердце бава. И на ужине бавы Шикшаш так и говорит. Что? Уровень бавы. Прав. Невозможно жить. Совершенно невозможно. Для такого предного. Для чистого предного жить без Гавинды невозможно. А Кришна говорит в Бхагадгите, я от хамам пропадет. И там статая оба джангам. Как ты мне предаешься, так я отвечаю. Да. И вот этот предный плачет в разлуке с Кришной. Невозможно уже без Кришной. И Кришна приходит ради них. Чтобы утешить, чтобы порадовать. И чтобы действительно забрать их в духовный мир к себе. Для этого надо прийти самому. Проиграть в специальные игры. Потому что в духовном мире на Галлоке Вриндауне там все вечно. Если там кто-то появится новенький. Вот эта душа, которая прогрессировала садака. Прогрессировал. Занимался духовной практикой. И наконец по милости Кришны и преданных обрел в сердце необходимую баву. Любовь к Кришне. Ему надо как-то туда попасть. И если он вдруг ни с того ни сего в духовном мире возникнет из ничего. Будет большой вопрос. А ты кто? Откуда ты здесь взялся в нашей деревне? Да. Потому что большое различие между где Кришна живет и где Вишну живет. Нарайна. Да. Если освобождение, если просто идти на Вайкунтху, к Нарайане, к Вишну. И говорите по стараниям? Ну там миллионы людей, может быть, каждую секунду туда появляются. Знаете, так и кому какое дело. Миллионы сел в этом. Ну не понятно. Миллионам больше, миллионам меньше. Миллионам больше. Бесконечный мир. Такой все хорошо, все спокойно. У многих там четыре руки, как у Нарайана. Почти не различив. Появился еще один, два, три. Да без разницы. Ни мамы, ни папы тебе не надо для того, чтобы появиться. У Нарайана есть папа-мама? Нету. Ни у кого нету папа-мама. А у Кришны есть папа-мама? Есть. Кто мама? Ешода моей. Папа. А у Радыки кто папа? А у вас кто, если вы придете мама-папа? Если вы вдруг просто раз и возникли там. А вот и я. Я люблю Раду Кришну. Кто твой папа-мама? А у Кришны у тебя мама. А откуда ты взялся? Откуда ты взялся? Откуда ты? Поэтому Кришна организовывает эти бесконечно привлекательные игры в материальном мире. И дело Кришна организовывает, чтобы до Саргишки и на Саргишки и на Саргишки и на Саргишки и на Саргишки. Именно для того, что те души, которые уже получили эту любовь и не могут жить без Кришны, чтобы они попали в то место, где они по милости Йога Майя действительно родятся в этой деревне нормально, как люди. Нара-лила. Мадурья-лила. Это человеческие игры. Рождаются все атмамы. Мадурья означает сладость, человеческие игры. Мадурья означает сладость, человеческие игры. Айшварья это игры величественные. Нара-лила. Нет папы и мамы. Нарисимха из колонны вышел. Вараха из ноздрей у Брамы. Просто раз и что-то происходит что-то. В Мадурья-лила надо родиться. От мамы. Как нормальный человек вообще. Криш так делать нет проблем. Мама духовно. Полностью. Дух от духа. И так же в живом существу надо так же родиться. Ну все вот. И это еще. И это должно случиться вот в материальном мире. То есть в какой-то одной вселенной личность должна родиться, чтобы поучаствовать в играх Кришны проявленных. Об этом пишет Шила Вишлана Чикаратакур. Врага Вартма Чандраке. Он говорит, что если душа не может жить без Кришны, то Кришна не будет ждать. Когда же я в этой вселенной еще там через в следующий день Брамы приду и тогда эта душа попадет туда в этот Баума Вриндаун. Он говорит, что Йога Майя берет такую душу и помещает сразу туда в ту вселенную, где Кришна сейчас будет совершать игры свои. Потому что бесконечное количество вселенных. И когда одна из игр, где Кришна, он рассказывает, что если Кришна убивает Путану в этой вселенной, вот игры проходят 5000 лет назад, проходили. И вот он убил Путану здесь. И сразу же эта игра начинается в другой вселенной. Там убил, в третьей вселенной начинается та же игра Спутанной. Таким образом, игры Кришны в вечность постоянно идут. Именно для того, чтобы души, достигшие совершенства, вот эти чистые преданные, Кришна хочет их порадовать. И самое большое горе для преданного, что он не видит Кришну. Поэтому порадовать его, это значит предстать перед ним. И будет ли сладко, если Кришна предстанет просто в сердце, вот просто дал Даршан и пропал. Будет ли это порадовать, если у вас большое горе разлуки с Кришной, и он появился и пропал. Будет ли это радость, это будет утешение. Утешили немножко. Ребенку дали конфетку, не плачь, соску. Не плачь. Недостаточно. Мы хотим не Даршан Кришны. Цель у нас не Даршан Кришны. Цель у нас какая? Цель нашей садханы какая? Каждый раз после 10 оскорблений повторяем. Какая наша цель? Кришна прямо Бхакти. То есть навсегда. Навсегда влюбиться в Кришну и быть навсегда с Ним. Так? Нет? Кто хочет быть навсегда с Кришной? А кто хочет просто увидеть и все. И достаточно. Мы на место сразу ставим. Потому что покажите, покажите. Ну что, покажите. Боль будет еще больше. Представьте, все темно без Кришны. Кришна Сурья Сама Майя Хаян Дакара. Кришна подобен Солнцу. Там где он, там светло. А Майя это тьма. Темно без Кришны. И вот Кришне нет темно. Представляете, вам молния, вспышка. Все светилось. И потом она исчезла, эта молния. Что становится тогда? Еще темнее. Еще темнее. Еще больнее. Вообще невозможно жить без Кришны. Но Кришна специально так делает. Он появляется все-таки перед Садыкой. И потом исчезает. Чтобы тот начал плакать еще сильнее. Это вот он так играет. То есть он появляется перед предным и потом исчезает. Предным уже все с ума сует. Потому что уже видел. И очень быстро тогда он достигает совершенства. Слезы ручьями. И идет Кришна. Кришна, Йога Майя забирает его. Смерть как вспышка молнии. Забирает Кришна его в ту вселенную, где будет играть. И чтобы научить эту любви. Потому что здесь сказано приходит ради преданных. А что с нами-то? Как бы мы прогрессировали обычные люди, не преданные? Неужели он ничего для нас не оставляет? Нет, это урок. И я хочу вам почитать из пятой песни Шимадбхагватам. Про то, где Хануман. Он молится Господу Рамачандре. И он говорит, почему Господь приходит. Тоже его версия. Послушаем. Есть еще версия. Есть в первой песне Шимадбхагватам Кунти говорит. Почему Кришна явился. И перечисляет разные примеры. Одни говорят, что поэтому ты явился. Другие говорят, что ты для Юдуштирую явился. Защитить законы Дармы явился. Вот теперь Хануман. Это пятая песня Натбхагватам. Девятнадцатая глава. И там несколько стихов. Вот с пятого. Начинаем. Прочтем. Некогда жил на свете предводитель Ракшасов Равана. Которого не могло убить ни одно существо, кроме человека. Дармы. Которого не могло убить ни одно существо, кроме того, что он был виноват. И он был виноват. Поэтому Господь Рамачандры, верховная личность Бога, пришел на землю в человеческом облике. То есть это получается винаша и отчадушка там, да? Помимо расправы над Раваной, у Господа Рамачандры была еще одна цель. Он намеревался показать обыкновенным смертным, что тот, кто ищет счастье в семейной жизни, в интимных отношениях с женой, обрекает себя на бесчисленные страдания. Верховный Господь самодостаточен и не подвержен скорби. Так чем же еще объяснить то, что он прошел через столько испытаний, когда Равана похитил СИТОДЕВ? И основная вещь здесь в шлоке это Мартия Шикшеном. Учить смертных, учить людей. Потому что животных научить сложно. Религию научить. Верить Богу. Даже каких-то не цивилизованных людей трудно будет научить. Поэтому Мартия Шикшеном означает, что для цивилизованных людей Господь приходит. И вот тут урок, который выделяет Шилл Крупада, это его перевод, потому что ему была необходимость так перевести и дать такой комментарий, потому что он видел всех этих хиппи, привязанных к наркотикам, сексу и так далее. Поэтому он акцент делает на этом. Это Шикшен Шилл Крупады. Я хочу вам показать, что Джилл Крупада с вами объясняет для цивилизованных людей, не для хиппи. вот эту сладость, если хотите послушать. То есть Шилл Крупада вот сейчас делал акцент именно в переводе и там комментарий такой бух. Он делал это для того, чтобы учить и напомнить всем, ты не тело, ты не должен наслаждаться здесь в материальном мире, чтобы быть хотя бы человеком. потому что он столкнулся с теми людьми, которые были привязаны ко всем низшим вещам. Но если мы посмотрим, что Шилл Джилл Крупады говорит, это в Прите Сандарби. И вот это первая простая вещь, когда Кришна приходит и там он сразу отвергает. Он говорит, это внешне. И даже в самом стихе это внешне, что он пришел научить, что как страдает личность, которая привязана к семье. То есть к объекту чувственного наслаждения, если привязана, то будет страдать. А не обязательно Господу приходить ради этого. До этого все политики, цари там, после Рамачандры, всегда это было и будет. Те, кто привязаны, они страдали и будут страдать. То есть какой же это может быть урок? Наоборот, плохие люди с плохой логикой, они сделают вот, если сам Господь Рама так был привязан к своей жене Сити, что плакал в лесу по ней и сделал все, чтобы ее вернуть себе обратно, то, а я то что? Если Рама не смог справиться с этой привязанностью, ну а с меня какой спрос? И вот это плохая логика. Не для этого Господь пришел. Совсем наоборот. Понятно, Дарма, Дарма. Человек должен один урок. Господь Рамачандра играл именно вот тоже как человеческая игра. И царь защищать Дарму. То есть не то, что у вас отняли жену и теперь, ну ладно, это Бог так строил. Ну и ладно, не привязан. Дарма защищать. Дарма убить злодея. Шастра говорится, если кто-то уводит у вас жену, его нужно убить. То есть выкрал, да. Поджигателя, там семь личностей, которых нужно оказать. Поджигателя, жену ворует, собственность ворует. Землю. Но на самом деле, посмотрите с другой стороны. Господь учит, что он сильно привязан к преданным. К тем, кто его любит очень сильно. Что он их ни за что не оставит. Что он будет плакать о предном так же, как предный плачет о нем. И какой тогда урок будет из этого? Что Господь так привязан к своему предному, что не оставит его ни за что. Какой урок из этого? Какой помогающий нам. Да. Нам нужно стать предным. Нам нужно стать предными. То есть, естественно, вот Лила об этом. Не о том, что он привязан сам. Не о том, что он привязан сам. Потому что Ханман дальше говорит, дальше молитвы, что кто этот Рама? Всевышний. Васудева. Он всепроникающий. Всезнающий. Всемогущий. То есть, если у него это Бхагаван. Бхагаван. Все богатства у него. Он всем владеет. Всем владеет. Все материальные и духовные планеты изошли из него. Все изошло из него. Если кто-то чем-то владеет, естественным образом. Он это не потеряет. К чему привязываться-то? И у Кашка с Кашкатурикой еще никогда не дойдет в привязку. Привязанность, когда у тебя это можно отнять. Ты привязан. У Господа это не отнять. Это его. То есть, им руководить только чистая любовь. И поэтому, когда он плачет в лесу в разлуке с ситой, то люди, которые слушают правильно, должны понять, насколько он, Господь Бог, любит преданных. И захотеть стать преданным. И затем Хонман говорит. Очень красивый стих. Дальше что? Сура. Асура. Нара. Ванара. Неважно, кто ты. Сура. Полубог. Асура. Демон. Нара. Человек. Ванара. Ванара. Кто Ванара? Ванара. Ва это И. Кто? Чего? И. О. Что это за человек? Ванара. Это обезьяна. Ванара. То есть, или животное. Любой. Любой. Вот кто бы ты ни был, ты должен предаться Раме. Предаться Богу. Служить Ему с любовью. И тогда Господь никогда не оставит тебя. Вежность никогда не оставит. Владимир. То есть, Господь никогда не оставляет своего преданного. Вежность никогда не около самого блага. И даже любые проблемы, которые будут приходить, это опять же понимать, что сам Господь устраивает, чтобы приблизить нас к Нему. И тогда отвлезет с проблемами, скрежность с этим, с сами с мальками, с тигантами, свежность с этой царяткой подарок. Как мы говорили, что политик, что получить голоса, устраивает террор сам. бог посылает проблемы страдания все равно все от него он допускает это даже не обязательно посылать с нами все равно будет случаться и кунти царицы кунти совершенно не глупо она молится о страданиях проблемах почему потому что милость на нее одета обертка страданий без страданий не будет милости и люди простые они смотрят на эти ливы по страдают чуть за бог видят обертку внутри сладость внутри милость что получить милость надо получить порцию вот эту оберточку получить и когда мы становимся преданным то не надо ожидать что обертка тоже будет сладкая что прямо так ты харе кришна харе кришна центен бисепи если все у тебя happy но твои цент это будет не харе кришна то есть если все happy то ты не будешь обращаться к кришне пока не достиг бавы пока любви нет это не чем это не чем харе кришна это будет нам аппаратха и непонятно что потому что будешь думать о себе не о боге не о том чтобы служить ему с любовью поэтому необходимо господу устроить трудности в нашей жизни чтобы мы замолились о милости и чтоб тогда могли слушать действительно обратиться к саду гуру у меня проблема тогда можно обратиться к шастрам гуру к богу гуру всем гуру саду шастры и сильно обратиться по-настоящему пронепад сделать а потом уже по пары прошли на то есть сначала предаться потом спросить и ты не сможешь предаться если ты не веришь этого саду чтоб вера возникла у нас должна быть проблема нам нужно чтобы у нас было нам было больно кришна бхагат гетти говорит четыре типа людей которые предаются мне и первое и самое основное кого больше всех это арха те кто страдает любознательных там вообще мало а йогов их вообще не сыскать а в арха люди страдают и тогда обращаются к богу если у них есть благочестие так вот задача бога создать это благочестие как она создается благочестие создается когда люди слышат имена бога слышат рассказы о боге от саду поэтому господь посылает саду чтобы они пели святые имена и рассказывали о кришне и у человека тогда духовное благочестие появляется вот когда духовное благочестие появилось тогда когда приходит страдание можно уже обратиться к богу потому что если благочестие духовного нет а плохо случилось с нами тогда что наркотики пьянство все что угодно кто-то виноват другой в этом поэтому все вместе идет все вот конфетка милость у кришны завернута в очень хорошую обертку то есть не просто страдание в начале все равно в нашей жизни чтобы мы стали предмет должен появиться саду то есть еще до того как мы займемся духовной практикой обратимся к богу то есть нам надо так или иначе получить это духовное благочестие вначале как старт такой это это чистая милость еще то что мадурья лила и рама господь рамачандра и кришна они показывали эту разлуку с преданным одна очень сильная вещь которую нам понять господь любит сам совершенным образом каждое живое существо и это аксиома потому что для него будет совершенно это не будет бог если он не любит потому что он состоит из этой любви представьте если вы испытывали эту любовь какой-то у нас какой-то возвышенно окрыленное чувство хотя бы здесь мы тянем вы бы хотели иметь это всегда потому что это слаще всего слаще всего быть таким влюбленным окрыленным вдохновенным и когда что-то помешает этому или мешает этому быть вот таким влюбленным это не нравится это не то не то что я хочу и господь испытывает невероятную влюбленность постоянно и в этом состоянии он не может сделать что-то тут то что нарушит эту влюбленность а влюбленность нарушает любое оскорбление любая нехорошая мысль в сторону кого-то поэтому господь не может плохо думать о ком-то он все благой от начала и до конца если у него есть у него нет начала конца но вот все благой и все благость означает что любит всех это любовь заставляет его играть с каждым живым существом и смотрите рама расстается ситой если вы знакомы все знакомы с этой игрой рамами на слуху как ситу похищает раван рама плачет в лесу как бы мы говорим рам плачет а как насчет ситы осите хорошо нет люди то почему вот если мне рассказать рамой ну правильно они думают что такое вообще ситу ну то есть как он мог так сид это больше все страдает он-то бог ладно у него она да внутри а как насчет ситы она страдает и и потом когда рама возвращает ситу и затем самый момент который люди вообще не понимают сита беременна ирма тендер отсылает ее вниз то есть как бы отсылает все сам не то что brown демон похитил сам отсылает в лес вообще свою любимую это вообще что это такое и мы ищем ответ следующий песни находим в десятой песни чем он богат когда кришна покидает гопи уходит от них сам позвал их в танец раса и потом покидает их то есть причиняет боль они плачут они страдают они реально это не то что даже простой преданный какой-то который плачет в разлуке с кришной самые совершенные преданные рыдают руду сусварам раджан они рыдают в разлуке с кришной громко может сказать о чем делает вообще что этот кришна делает что этот рама делает и стих который произносит кришна удивительный вид на пара и хам я никогда не смогу отплатить вам зато служение за ту любовь которую вы питаете ко мне он признается что я не смогу отплатить но все равно продолжает действовать так потому что потом он вообще их оставляет уезжает мадхуру и потом два рук и и вот то что мы говорили если он пропитан если он состоит весь из любви как он может сделать что-то что доставит боль другому его предному он не может этого сделать за этим что-то должно стоять за этим должно стоять блаженство какое-то который должен испытать преданный представляете то есть кришна вот если он действует из любви если он покидает предного то этот пред должен испытать блаженство на самом деле и чтобы это понять чтобы кришна знал стоит ли мне оставлять преданного или не стоит слушать внимательно ему нужно самому это испытать ему нужно оказаться вот чтобы почувствовать что чувствует преданный который его любит а кришна нет так вот кришне нужно расстаться с тем кого он любит больше всего и почувствовать что же это будет кого кришна больше всего любит мать радарами он должен с ней расстаться прочувствовать это что я чувствую когда разлучен сам любимым и вот это вот могут понять те кто действительно обладает эту духовную любовь но для нас как теория что разлука приносит необыкновенное блаженство внутри внешне страдание и плач ждание а внутри необыкновенное блаженство и вот когда кришна это понимает он понимает тогда я так могу поступать с преданными я могу их оставлять ради них для того чтобы они испытали это блаженство и еще больше их любовь ко мне усилилась увеличилась а иначе нет смысла для него расставаться то есть равана можно просто захотеть чтобы он не был зачем расставаться с ситой зачем кришне уходить из танца раз то есть все что он делает он делает для того чтобы преданные были еще больше счастливы и еще самые необыкновенные чудо случаясь тогда когда после разлуки происходит встреча эта встреча она необыкновенно сладкая по сравнению с тем когда если не было разлуки просто постоянно вместе постоянно вместе сладость но высота эмоций какая будет а все измеряется в духовном мире высотой эмоций вот этой амплитудой бава джагат мир настроение мир эмоций насколько сильная эмоция горечь или сладость но амплитуда какая вот это измеряется блаженство измеряется этим какая сила эмоций вот разлука эмоции намного сильнее тем когда просто все время вместе и затем встреча после этой разлуки вверх эмоций особенно если допустим потерял как будто бы на совсем а потом встретил нашел самую большую драгоценность который думал что потерял навсегда а иначе если мы возьмем просто тату кто непонятно будет ли нам вкусно господь рамачандр бог он не может разлучиться со своей энергией никогда ситарам не могут разлучиться шакти шактимана беда станции там записывается не может источник энергии быть разлучен со своей энергией если разлучить энергии не будет источника не будет они вместе все время но внешне человеческие игры вот так проявляют поэтому это называется мадурья лила не потому что это супружеские в этом случае мадурья лила имеет ввиду человеческие вот такие вот доступные восприятия без всякой айшвари что можно фокус-покус сделать и равно убить и в читании читам это есть эпизод как рамбакта встретился с господом читами на юге индии когда господь штани путешествовал он встретил рамбакту кто пригласил его к себе домой на и вместо того чтобы накормить господа он начал сокрушаться плакать что не понимаю почему что как это сито как равана мог забрать супругу господа моего жить не могу померить тоже не могу потому что это карма невозможно жить господь сказал ему ты браман ты должен быть разумный не может демон похитить супругу господа там точно все не так вот что-то за этим скрыто и лила господа господь штани идет дальше на юг и буквально через какое-то время находит как бы случайно отрывок из курма пураны и там написано что когда равана стал захотел взять ситу то сита прошла через огненный круг и она изначальная сита вошла в огонь и огни забрал ее а равана получил иллюзорную майя ситу то есть равана демон никогда не касался ситы и когда господь штани он попросил давайте я перепишу переписал от руки сам и отдал то что переписал им этим браманам там и забрал этот листочек я уж не знаю как ему удалось это вот это старую надпись и что это не чтоб и отнес обратно этому рамбакте и дал ему смотри вот доказательство что равана не дотрагивался до ситы и рамбакта перестал плакать но на самом-то деле что надо надо еще больше плакать то есть с одной стороны господь штаня дал татву и устранил слезы но с другой стороны понимать что этот фундамент необходим нам для того чтобы правильно думать о господи потому что если если мы не поймем татву мы будем винить кого раму чувствуете да если мы не ответим на эти вопросы с точки зрения татвы к потому что кто допустил что ситу да ситы да тронулся равно рама всемогущий бог если он это допустил а я должен стать его бактой то есть если следующий вот со мной что-то случится то господь тоже это позволит что ли я ему свое сердце богу все отдал все свое сердце отдал вот хочу любить его все служу ему верой правды а тут приходит демон меня похищает прямо на глазах у господа что такое действительно ли я я пока на эмоциях то да ну вроде как служу богу но если начну копаться у меня будут претензии к богу если они отвечу на сомнения на свои поэтому нам надо понимать татву и это на самом деле не помешает нам плакать на самом деле еще больше будешь плакать от счастья какой прекрасный рама как он любит свою ситу как он любит преданных да по татве как бы никто никого не забирал и даже когда ханман здесь говорит там следующий текст рама чандра на самом деле не расставался не ситой не с лакшманом это он имеет ввиду в конце ли вы когда уже все вернулись в а йодью все праздник и джаи уцева все победа на драман и но потом случается что лакшман по приказу рама отвозят ситу лезь береза и затем что случается эпизод с лакшманом слышали вы нет рассказать ямарас пришел к раме зашел и говорит я хочу с тобой поговорить наедине но чтобы нам никто не помешал и у меня условия поставь на страже у двери самую доверенную личность который ни за что никого не пропустит а если а если нарушит это если пропустит когда мы с тобой разговаривать ты должен будешь убить его рамачан такой ну кто самый доверен в лакшман он поставил лакшмана и сказал ему что вот такой слой ты не должен пускать и начать его виду и мороз пришел как вы думаете кто пришел дурва саму не дурва не пришел которому все равно кто там чего стоит я иду и все и дайте мне дорогу прокляну иначе и так и произошло он подходит к этому нет крайне ваш нам гайд прости пожалуйста он совещается с ямараджи двор сам не никакой дела вообще у меня срочно и у лакшана проблема если он пропустит рама должен будет его убить и он знает что рама ну как нужно держать словом только что его жену отвез в лес он знает что ужасно вообще это это мать это на роли лыра мы это ужасно просто вообще одно страдание вообще рама и на одно страдание вообще кругом вообще на каждом шагу задни страданию жену отвез теперь меня убьет ну то есть сам страдать будет от этого я же вижу как он страдает от того что ситы нет сама ты сам выгнал теперь страдает то есть он ради этой дармы готов просто страдать страдать и страдать совершенно ненормальный бог но если я не пущу дурасу он проклянет может поклинуть раму естественно проклянет и и может быть даже всю всю династию и просто плачем подумал конечно же лучше я пожертвую собой лучше я пожертвую собой но чтобы у рамы было все хорошо пропусти сложил ладони закрыл глаза и взросл вошел и марш такой целый лир и рама должен был убить лакшмана но шаста говорится если кто-то очень дорог то разлука с ним это все равно что смерть все равно что и убить его если выгнать его выгнать самого любимого человека все равно что убить поэтому браманы сказали ты можешь отослать его и рама выгнал лакшмана вообще ну просто просто одна трагедия на другой просто невозможно но что потом объясняется в куранах что ямараш пришел сказать что твоя игра завершилась пора сворачивать уходить и рама вышел тогда говорит все кто хочет со мной поет в духовную входим в реку и все кто хотел без всякого вообще ну то есть законов там бахте не бахте что там практиковал не практиковал говорится мухи мыши вообще все 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 вает я не вошли в реку и все отправились в духовный мир а йотер многое время еще после этого было пустоть даже мух не было но что самое интересное про написать что когда они поднимались духовный мир то там их ждали на пути кто сита и лакшман то есть господь никогда их не выгнал на родила специально чтобы люди плакали чтобы люди плакали но рассказывать должен саду который скажет почему и как это все чтобы обиды не было на раму но это все равно очень трудно понять как разлука дает блаженство очень трудно понять кажется одно страдание совсем поэтому мы изучаем много чего должны изучить начиная с богат гидр и первой песнишим от богатом изучить все действительно что господь всемогущий он не может если он что-то хочет это происходит если он что-то не хочет этого не произойдет поэтому если он допускает эту разлуку то за этим стоит любовь закон урок только любви больше никакой он преданные которые которым господь открывает себя и потом покидает их их чувства у них сердце не выдерживает этого этой разлуки они начинают плакать еще больше и господь тут же тогда забирает буквально посадка всем чтобы совсем увеличить чтобы ничего вообще не осталось в сознании кроме любви к богу потому что просто дальше на недостаточно вот просто и появится нужно чтобы любовь была в сердце чтобы эта любовь пронизывала все сознание чтобы душа не состояла не из чего-то больше только из любви к богу кришне и кришна тогда это делает вот вот своими способами и надо принять просто как за аксиома что кришна нас любит если мы примем эту аксиому тогда несмотря на какие-то страдания мы будем помнить он даже послал страдания своей жене рама послал страдания сити рама поставил послал страдания брату лакшману брама ушел отец его умер дышат кругом одни страдания внешне а внутри по татве дышат когда умер он сразу вечную обитель апракат лил называется никакого даже мгновения там не проходит вот все вспышка молнии он уже в духовном мире он уже там срама чандры вопрокат лилии шила джива с вами объясняет что нет вопрокат лилии разлуки сознание духовном мире всегда вместе поэтому преданные которые когда господь оставил ситу тусита думал только о раме она испытывала это блаженство от страдания внешне а внутри постоянную связь она всегда видела внутри своего сердца раму также как одно из имен шматер дране это кришна мои то есть так то одно из определен то который состоится из кришна пронизана кришна кришна мои то есть то есть что состоит и другое это то что куда бы она не посмотрела внутрь себя или вне себя битары бахиры куда бы она не бросил взгляд она видит везде кришну и это имеется ввиду именно в разлуке потому что при встрече ты видишь кришну 1 а в разлуке ты видишь его вообще везде это особая вещь встреча с кришной в разлуке называется то есть для преданного такой категории и рамачандры и кришна учат именно этого что они любят своих преданных они желают только благостно хотя внешне может казаться по-другому и эта игра с рамачандры она как раз перед самой кришна ливой 9 песчанат бхагапана а в 10 уже кришна и кришна будет также причинять боль и страдания внешние своим преданным и чтобы подготовить сердце потом что подготовить сердце к этим рассказам о кришне который покидает самых любимых самых-самых любимых покинут периодически покидают и потом в конце концов уезжает мадхура в два руку покидать чтобы вот это услышать и правильно относиться к кришне то что если мы будем задаваться вопросы не просто ура харе кришна чем-то хеппи а действительно задаемся на вас очует он сделал как он так мог вот все ответы мы должны получить и чтобы это аксиома действительно у нас было потому что если это просто теория которая доказать может быть мы не сможем доказать что кришна любит поэтому только вот из сердца саду действительно вот какой-то толчок вот такой внутренний действительно получить то что вот сейчас мы много чего слушают но может быть может частичка какая-то осталась из информации но настроение которое вот хотелось бы мне вам передать чтобы оно зашло вам сердце то что кришна любит преданных и он их никогда не оставит и это должна быть аксиома то есть вера в это татену компам сусамик шаману если человек верит что все что с ним случается только ему на благо и продолжает служить кришне хритва кубер беда данным а если он служит продолжает служить кришне зависимы ночью думает что это всего лишь часть того что я заслужил на самом деле бог не виноват это я виноват у меня там какой багаж кармы сам не знаю а кришна послал чуть-чуть сосен то для такого человека что мухти падая сада и бах это его вечное право сада получить это мухти и под мухти имеется ввиду любовь к лишнюю освобождение прийти на голову кришне это его законное право на кое чтобы это было нашим законным правом мы вот сегодня побеседовали попытались как чуть-чуть рассказать представить раму хорошем свете потому что скоро будет храм виджая вот это вот когда он приехал вернулся в айоды ситой и кришне также тоже самое для этого даже если на секрет такой написал прямо сам путь книжечку прямо сам путь прямо сам путь это шкатулка премии любви и вот чтобы узнать об этой любви вот как рама любит как кришна любит непонятно даже самым близким непонятно преданным и вот кришна чтобы всему миру поведать словами вишвана словами ачария чтобы ачария рассказал все-таки что кришна любит действительно любит преданных вот он написал такую ливу что кришна переоделся полу богиню и пришел к радыки и стал говорить знаю почему ты я не понимаю почему ты любишь этого кришну он тебя бросил позвал в лес и бросил вообще ночью вы сами пели китова ешитах касте джин ниши бросил ночью позвал в лес и просим вы все оставили ради него все оставили а он вас бросил а ты его любишь я не могу мне больно на сердце смотреть на тебя рады нет что ты не говори так ты просто не понимаешь кришна если можешь если у тебя хоть милость какая-то есть ко мне о радыка объясни пожалуйста мне потому что иначе я просто я просто злюсь на кришну вот нам нет дела вот как бы кришна и кришна а если мы начнем разбираться действительно больно будет как то так он оставляет преданных потому что мы еще сами не любим кришну и не почувствовали что нас у нас то и мы не чувствуем разлуки с ним поэтому нам далеко до этих чувств что там радыка чувствует ну да вот кричным и на кричную внимание а на самом деле вся суть бы внимание должно быть на преданных которые любят кришну чтобы мы полюбили кришну надо чтобы наше внимание было на преданных которые любят кришну и вот если мы внимательно мы увидим ничего себе они страдают они плачут кришна оставил какой он плохой это вопрос когда-то придет к нам я видел людей лично как они проще кришна никакой все один старший преданный там вообще старшего тсср которые начинали он он все он ведь я вот уж не как я повторяю рады 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 к рады к вам не все рады к рады к все но это не полная тата нельзя разделить он обиделся минут ну как буду хорошо хоть и крадыки но все но это не должно быть потому что рады ки она несчастная если ты не любишь кришну невозможно это как философия пол курицы вообще невозможно вообще разделить радху и кришну а инда папу говорил я вообще в какой-то момент четки запустил вообще в стену за кришну то есть когда-то предный вырастает и до такого степени что непонятно обидно просто я им я и кришне поклоняюсь молюсь все не появляется не и любви не чувствую ничего и вот надо ответы эти имеют и вот рады к отвечает этой полубогини как на самом деле кришна ее любит и она это знает внешне рыдает внешне страдания а внутри она говорит я знаю как кришну или и рассказывает но это уже на н вообще тут уже все пересидели все что можно на время не обращался простите пожалуйста вот поэтому кому хочется почитайте или послушайте прямо сам путь чтобы до конца выяснить и уяснить для себя кришна любит кришна не оставит кришна не бросит сам господь рамачандр говорит это мой обед а он точно ничего не нарушал помните да сказал убью выгнал лаксмана ситуа то есть слово рамы закон и рама говорит мой обед если кто-то встанет пидано и скажет отныне я твой я предаюсь тебе мой обед защищать его всегда то есть лила урок только любви урок не убийство демонов а именно как чтобы пода красиво написал этаж надо же бога ловите так вот вот так вот красиво чтобы показать всем эти брендановские лилы чтобы привести преданного в риндаун чтобы встреча наконец это навсегда состоялась преданного и кришне во брендоване навсегда и это называется урок любви порадовать преданного кришна только для этого все что он делает это привести нас в риндаун порадовать наконец до конца полностью половинка счастья не будет счастья наполовину свежая рыба наполовину что-то наполовину полумелор полу скупец полу дурак полу невежда но есть надежда наконец-то будет полным наконец все пушкин не писал половина как вообще не тянет наполовину вот чуть-чуть спутить чуть-чуть увидеть кришну навсегда цель должна быть навсегда кришну встретиться с кришне никогда с ним не стоит навсегда прийти во время хорошо спасибо вам большое спасибо 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 Реально.